Высокоурожайный и устойчивый к холодам сорт лука Штутгартер Ризин. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Осенью популярные статьи. Поиск по сайту найти, описание сорта. Штутгартер Ризин формирует крупные луковицы среднеострого вкуса. Овощи подходят для употребления в свежем виде, приготовления салатов, сушки, заморозки и консервации. Происхождение и развитие лук Штутгартер Ризин был выведен селекционерами немецкой фирмы, замен Маузер Кведленбург. В 1995 году его включили в Госреестр России. Состав и полезные свойства Каждые 100 грамм лука содержат Сухое вещество – 14,9 – 15,2% Сахар – 77,2% Витамин С – 10,6 – 11,7 мг Белок – 1,6% Из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты овощ особенно полезен при простудных заболеваниях, поскольку эффективно борется с микробами. Лук обладает противовоспалительным, общетонизирующим, отхаркивающим и антигельминтным свойствами. Усиливает секреторную деятельность желудка, снижает давление. Овощ содержит витамины А, Е, группы В, калий, магний, кальций, фосфор и ряд других веществ. Срок созревания и урожайность сорт ранний. При посадке севка урожай собирают через 66-73 дня, при использовании семян – через 3,5 месяца. При минимальном уходе товарная урожайность составляет 3,5-5 кг с 1 кв. м. Соблюдение всех требований позволяет собрать с той же площади 5-8 кг овощей. Устойчивость к болезням и вредителям сорт лука Штутгартер устойчив, в мучнистой росе – фузариозу, альтернариозу. Луковой мухе – корневому клещу. Культура восприимчива к ложной мучнистой росе, подвержена шейковой гнили. Характеристики луковицы округлой, слегка приплюснутой сверху и снизу формы, покрыты шелухой коричнево-золотистого цвета. Средний вес – 50-94 г, но встречаются и экземпляры до 200 г. Мякоть белая, обладает приятным, умеренно острым вкусом и характерным запахом. Для каких регионов подходит сорт рекомендован для выращивания в Центральном, Волговятском, Средневолжском и Восточно-Сибирском регионах России. Он хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям и успешно культивируется во всех областях страны. Главные преимущества и недостатки Достоинства сорта – стабильно высокая урожайность, неприхотливость в уходе, ранее созревание, универсальное использование овощей, хорошая лешкость, устойчивость к стрелкованию и большинству заболеваний. Недостатки – риск развития пероноспороза и шейковой гнили при дождливом лете, неудобства при очистке и нарезке луковиц из-за их приплюснутой формы. Отличие от других сортов сравнение лука штутгартер с другими сортами и гибридами представлено в таблице. Сорт. Урожайность. С.Г. Форма луковицы. Вкус вес луковицы. Город штутгартер Ризен. 101-351. Округлая. Немного приплюснутая сверху и снизу. Средние острые 50-94. Хилтон F1-188-242. Яйцевидные полуострые 60-150. Чемпион F1-254-420. Округлая полуострые 90-130. Турбо-245-337. Округлая полуострые 125-200. Особенности посадки и выращивания. Культивирует штутгартер Ризен из семян или севка. Оба способа имеют свои преимущества и некоторые отличия в посадке. Подготовка прежде всего выбирают качественный посадочный материал. На севке не должно быть никаких повреждений, признаков плесени или гнили. Крупная фракция больше подходит для весенней посадки, мелкая – для зимней. Семена или севок на сутки замачивают в воде с солью и марганцовкой для обеззараживания и защиты растений от болезней и вредителей. Участок готовят с осени. Почву перекапывают, вносят в нее органические удобрения, перепревший навоз или перегной, доломитовую муку или залу, если грунт слишком кислый. При выполнении этих требований, в дальнейшем землю только повторно перекапывают и формируют грядки. Требования к грунту этот сорт неплохо растет на любых почвах, главное условие – они не должны быть кислыми. Максимальный урожай получают при культивации лука в легком плодородном грунте с хорошей влагопроницаемостью и аэрацией. Оптимальный вариант – чернозем или суглинок. Предшественники, чтобы получить качественный урожай и минимизировать риск развития болезней и атак вредителей, важно соблюдать правила севооборота. Высаживают лук после томатов, огурцов, капусты и бобовых растений. Плохие предшественники – морковь и зелень. Сроки, схема и правила посадки семена высаживают весной, в середине апреля, или осенью, до наступления заморозков. Схема посадки – подготовить грядки на расстоянии 20-30 см друг от друга. Сделать в них неглубокие борозды и посадить семена через каждые 1-1,5 см, заглубляя их примерно на 2 см. Слегка уплотнить грунт, замульчировать его, чтобы не образовалась почвенная корка. Когда на ростках образуются два листа, всходы прореживают так, чтобы расстояние между ними составляло не менее 2 см. После появления четырех листов прореживание повторяют, выдерживая промежутки по 5-6 см. Севок сажают весной, когда грунт прогреется до плюс 10, плюс 12 градусов Цельсия, и под зиму. В последнем случае возрастает риск стрелкования, но его минимизируют, выбирая для посадки самые мелкие луковицы. Схема для севка – в подготовленных грядках сделать борозды глубиной 5 см. Поместить в них луковицы, заглубляя максимум на 4 см от донца и выдерживая расстояние между ними около 10 см. Присыпать землей, утеплить грядки, если лук сажают под зиму. Для получения перьев используют севок, не подошедший для основной посадки из-за наличия повреждений. Раскладывают его плотно, землей не присыпают, сверху накрывают пленкой. Такие растения особенно нуждаются в поливе, подкормках мочевиной, 20 грамм на 10 литров воды. Особенности выращивания для лука выбирают хорошо освещенное место, где нет сквозняков и порывистого ветра. Одно из главных условий получения качественного урожая – соблюдение правил севооборота. Культуру не высаживают на одном и том же месте минимум 3 года. Если грунт слишком тяжелый, в него добавляют песок, опилки или шелуху подсолнечника. Нюансы ухода Сорт Штутгартер Ризен не требователен к уходу, но высокой урожайности добиваются при выполнении минимальных требований, касающихся полива, внесения удобрений, прополки и рыхления грунта. Режим полива регулярность увлажнения зависит от климатических и погодных условий. Следят, чтобы верхний почвенный слой не пересыхал. Обильно поливают посадки в начале вегетационного периода. Постепенно частоту орошений сокращают и за 3 недели до сбора урожая прекращают совсем. Рыхление почвы и прополка почвы в междурядьях пропалывают по мере роста сорной травы, которая забирает из грунта питательные вещества и истощает его, не давая луку расти и развиваться. Рыхлят землю 2-3 раза в неделю на глубину 3 см. Это улучшает доступ влаги и кислорода к корням растений. Подкормки удобряют культуру 3 раза за сезон, спустя 3,5 недели после посадки вносят органические удобрения, птичий помет или разведенный в воде навоз из расчета 8-10 литров на 1 квадратный метр, через 15-20 дней добавляют органику с минеральными фосфорсодержащими подкормками. В конце июня используют азотсодержащие составы, в частности аммиачную селитру. Борьба с болезнями и вредителями – сорт устойчив к ряду характерных луковых заболеваний и вредителей, но поражается луковой мухой и гнилью. Для профилактики развития болезней и атак вредителей важно, перед посадкой обеззараживать посадочный материал, соблюдать правила. Севооборота – своевременно рыхлить и пропалывать грунт, следить за регулярностью полива и внесения удобрений. При появлении признаков болезней, насекомых растений обрабатывают фунгицидами и инсектицидами. Сбор и хранение урожая на готовность овощей к уборке указывают подсыхание и пожелтение листьев, высыхание шейки. Важно своевременно убрать урожай, если его передержать в земле, он снова начнет прорастать или загнивать после первого дождя. Как и когда собирать особенности хранения и лешкусть сорта луковицы очищают от земли, раскладывают для просушивания на грядках или в сухом, хорошо проветриваемом помещении, если идут дожди. После просушки овощи осматривают и сортируют, удаляя поврежденные экземпляры, корни и листья. Здоровые и целые луковицы складывают в деревянные ящики с песком и вентиляционными отверстиями, убирают в темное прохладное помещение с умеренной влажностью. При соблюдении этих правил лук сохраняет вкус и товарный вид до весны. Трудности при выращивании. Культивирование этого сорта сопряжено с некоторыми проблемами – загнивание еще не созревшего урожая при посадке лука в низинах, чрезмерном поливе или частых дождях, болезни при посадке необеззараженного материала, низкая урожайность и большое количество испорченных луковиц при несоблюдении правил сего оборота. Советы опытных огородников. Рекомендации овощеводов со стажем, чтобы луковицы были более крупными и созревали быстрее, севок высаживают под зиму. Ядом выращивают морковь, она отгоняет от культуры вредителей, не сажают сорт после картофеля и вблизи укропа, лук будет расти слабым и часто болеть. Отзывы огородникам нравится лук штутгартер резин, о чем говорят многочисленные положительные отзывы. Елена Г. Оренбург, семена лука штутгартер купила незапланированно, в магазине выбирала другие, но эти посоветовал продавец. Взяла один пакетик на пробу и вот уже лет пять сажаю только их. Овощ сразу приятно удивил, урожай дает отличный, требует минимального ухода, не болеет и вредителями почти не поражается. Вкус отличный, в меру острый. Алексей, город Пенза, выбирая, что лучше посадить на огороде, остановился на сорте лука штутгартер. Характеристики и отзывы о нем понравились, решил попробовать. Результат меня порадовал, растения ничем не болели, быстро дали хороший урожай. Ирина, город Смоленск, в прошлом году впервые посадила этот сорт. Скажу честно, особенно не старалась даже, можно сказать, что просто побросала семена в землю. Время от времени поливала культуру и подкармливала. При таком минимуме усилий урожая большого не ждала, но оказалась удивлена, лука много, все овощи крупные, да еще и пролежали в погребе. Всю зиму, не испортившись. Заключение штутгартер-ризен, сорт раннего созревания, хорошо адаптирующийся к любому климату, что позволяет выращивать его по всей территории России. Он не требователен в уходе, обладает стойким иммунитетом к большинству болезней. Характеризуется высокой урожайностью, длительным сроком хранения луковиц. Лук штутгартер-ризен. Watch this video on YouTube.